Время 14.30 У нас по расписанию это время отведено нам полтора часа на обсуждение, комментарии, задании двух вариантов. Значит, план разбора у нас следующий будет. Разбираем первый вариант, все 45 заданий. В разборе участвуют три члена предметно-методической комиссии, разработчики этих заданий. Поэтому первое слово я предоставляю Читанову Николаю Анатольевичу, его первый блок вопросов, касающихся его раздела. Пожалуйста, Николай Анатольевич. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Давайте начнем с одного верного ответа, первый вариант. Первое задание. По Эрнсту Геккеру собственное приспособление здоровья, возникающие в процессе индивидуального развития. Правильный ответ. Цена генезы. В противовес с полингенезом более древний. То есть, первый правильный ответ. Цена генезы. Второе задание. Сходство съедобных бирянок и не съедобный геликонит – это пример Бейтсовской мимикрии в честь Уолтера Бейтса, разоткрывшего подобное явление в джунглях Амазонии. Третий вопрос. К совершенным таксонам не относятся. Единственное, здесь у нас пример несовершенного таксона, то есть генетически не до конца изолированного – это экотип. Это внутривидовая структура. Если у вас возникают какие-то вопросы, вы или пишите, или говорите сразу же. Так, четвертый вопрос. Основателем теории нейтрализма является Мото Кимура. Это тоже классика истории эволюционного учения. Так, пятый вопрос. Офиура. Офиура у нас с вами относится к иглокожим животным. Опять же, систематика хорошо, я думаю, вам знакома. Тут проблем, я думаю, не было. Шестой вопрос. Наиболее верное определение в инкубации будет следующее. Это взаимное воздействие физических факторов, усиливающих эффект. Каждого из них направлено на достижение успеха эмбриогенов. Это наиболее полное определение, поэтому его и оставляем. Седьмой вопрос. Животными Палеарктики являются сайгаг, декабра, зубры, косули. Четвертый вариант. Во всех остальных есть виды, которые не встречаются в Палеарктике. Восьмой вопрос. Этим ученым является у нас с вами Александр Ануфриевич Ковалевский, изучавший ванцетник и подробно описавший его эмбриогенез. Так. Первый восьмой вопрос. Спасибо. Первый блок мы прошли. Так, следующий блок вопросов. Но если есть вопросы, пожалуйста, либо пишите, либо задавайте. Если они по ходу обсуждения возникают, по ходу комментирования. Ну, нет, наверное, да? Видимо, нет. Продвигаемся и выберем. Хорошо. Поехали дальше. Дальше блок заданий, которые комментирует нам Иван Александрович Вебединский. Иван Александрович, слышите? Здравствуйте. Так, меня слышно? Да, хорошо, вас слышно, пожалуйста. Спасибо. Ну, тогда давайте пробежимся по следующему блоку вопросов. Итак, девятый вопрос. Выберите растение, у которого супротивное листерасположение и сочный многосеменный, несказающийся плод. Все растения из предложенных в этом вопросе имеют сочные плоды. Но, например, у морожки и лишние плоды апокарпные. То есть сочные односеменные, полимерные у морожки и мономерные у вишни, это костянка. Ну и кроме жимовости, все представленные растения имеют очередное листерасположение. То есть жимовое здесь единственное с супротивным листерасположением. Далее, десятый вопрос. Выберите растение, характерное для темнохвойной тайги. Вот тут уже мне вопросы в чат приходили до начала обсуждения. Поэтому, наверное, стоит конкретизировать, имеется в виду, в первую очередь, конечно, европейская, скажем так, темнохвойная тайга. И темнохвойная тайга в понимании леса, где преобладают такие деревья, как ель, например, ну и прочие хвойные породы. Из всех предложенных растений все виды, кроме копытня обыкновенных, кроме копытня европейского, обыкновенно растут не только в темнохвойных лесах и даже чаще всего не в них. То есть самый подходящий вариант здесь как раз копытень. Он именно вот в темнохвойной тайге европейской части России встречается чаще всего. Хотя, опять же, копытень может встречаться и в других деревянозах. Это не исключает. Это не исключает. Так, значит, далее. Одиннадцатый вопрос. Надо выбрать соответствующее растение. Из всего перечисленного, из всего перечисленного, подходит только крапива, поскольку все растения, кроме клюквы, здесь являются глиптофитами. Лопух, войлочный, рыгошный, колистный, макимачиха, камыш и прочее – это гелиофиты. Копытень европейский, кислица, сциофиты. Только крапива удовлетворяет всем требованиям. Так, двенадцатый вопрос. Скрещены петухи и куры из двух разных чистых линий, полученных при помощи инбридинга. Какое утверждение относительно них будет верно? При скрещивании генетически отдаленных организмов, как правило, наблюдается эффект гетерозиса. Чем дальше они генетически друг от друга отстоят, тем выше шанс, что гетерозис будет проявляться. Ну и, собственно, это явление обычно лежит в основе введения бройлерных пород кур. То есть, вариант, ответ 4. Высокая вероятность появления гетерозиса. Тринадцатый. Ну, тут достаточно просто. В принципе, видно, что численность популяции резко сократилась. При этом изменилось соотношение аллелей какого-то гена представленного. Ну и в данном случае это эффект бутылочного горлышка, то есть изменение генетического разнообразия, следствие прохождения периода, во время которого по каким-то причинам численность популяции резко уменьшилась. Так, четырнадцатый вопрос. Вопрос связан с особенностями генетики птиц. У птиц гомогометный пол – это самец, самка гетерогометный пол. Ну и, исходя из условий сдачи, генетип петушка должен быть, соответственно, гомозегорный доминантный поповый хромосом. Курица рецессивная по данному признаку, ну и, соответственно, у курицы всего одна половая хромосома, ее принято обозначать Z, но иногда аналог X используется, знаете, всем правильно. Поэтому правильный ответ второй – все самцы от такого встречи не будут любыми, 100% самок тоже будут любыми. Пятнадцатый. Как будет изменяться экологическая валентность, толерантность большинства наземных организмов в температуре с ростом влажности? Для большинства организмов, хотя есть много исключений, но все-таки для большинства организмов, несмотря на то, что адаптации к каждому фактору происходят независимо, эффект основателя, так ладно, это сейчас пробегусь по этому росту, а значит вы говорите так, собственно, хотя все адаптации к разным факторам независимы, влияние одного фактора может сузить или расширить предел выносливости организма к другому. Ну и для влажности. В большинстве случаев при высокой влажности эффективность испарения воды, то есть терморегуляции при высоких температурах снижается, при низких температурах опять же увеличивается теплопотери. Поэтому для большинства организмов при росте влажности уменьшается, экологическая валентность сужается по отношению к температуре. Так что пятый ответ. Хотя есть исключения, их можно найти немало. Шестнадцатый, да, про особенности факторов. В данном случае клевер не может существовать из-за отсутствия опылителя. Опылитель – это живое существо, шмель, соответственно, лимитирующий фактор, то есть тот, который, собственно, не дается здесь обитать клеверу, это фактор биотический. Далее, семнадцатый вопрос. Правильное утверждение касательно строения жгутика у эукариот. Жгутик эукариот представляет собой выпячивание цитоплазмы, покрытое цитоплазматической мембраной, на каркасе из тубулиновых микротрубочек. У прокариот основная масса жгутика представлена монофибрилой белка флагелина. Соответственно, в основе жгутика у эукариот, каркас из микротрубочек, тубулин, прокариоты, флагелин – третий ответ. Восемнадцатое – выбрать неверное утверждение касательно структуры работы хлоропласта. Ну и таким неверным утверждением будет номер три. Таким неверным утверждением будет номер три. В течение светового этапа фотосинтеза происходит накачка протонов в люмен, внутреннее пространство кемоходов, откуда затем они выходят в струму через протонный канал от аэф-синтетаз. Ну а в предположенном неправильном варианте, кто это идти, протоны накачиваются в межмембранное пространство, то есть ни в то место они попадают. Девятнадцатое. Укажите правильную последовательность фаз роста суспензии бактерий. Так, про абсолютное вращение прокомментировать. Достаточно сложно будет прокомментировать абсолютное вращение. Стой, 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 стой. Так, продолжай. Так, я... Да, 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 сейчас, минуту, я... Кто-то не туда, пожалуй. Так, девятнадцатый, да, пошел? Да, пошел девятнадцатый. Насчет абсолютного вращения я сейчас, наверное, в чат отправлю, когда свой блог разберу, чтобы сейчас не занимать времени, иначе буду много рассуждать. А, значит, дальше девятнадцатый вопрос, да. Значит, укажите правильную последовательность фаз роста суспензии бактерий или элокаритических клеток в культуре закрытого типа. Ну, и правильный здесь ответ четвертый. Все дело в том, что при засеве суспензии некоторое время клетки адаптируются, рост их при этом неочевиден, ну, это лаг-фаза или скрытая фаза. Затем прирост биомассы происходит по экспоненциальному закону, то есть активно бурно используются всевозможные ресурсы. Затем по линейному, поскольку он не ограничивается недостатком питательных веществ. Ну, а со временем в культуре закрытого типа, то есть туда, куда не поступают питательные вещества, начинают действовать сдерживающие факторы нехватка питательных веществ, конкуренция у клеток, токсин определяемая при обмене, ну, и, соответственно, если новая порция питательных веществ не поступает, клетки начинают погибать. Четвертый вариант как раз описывает именно такой набор факторов. Двадцатый. Характеристика, не являющаяся отличительной особенностью строения и работы генетического аппарата эукариот и прокариот. Ну, собственно, правило Чаргофа, оно работает для всех организмов, у которых генетический материал представлен для НК. То есть отличить по правилу Чаргофа по его выполнению эукариот от прокариот нельзя, хотя соотношение аденин-тимин-гуанин-цитозин будет разным у разных групп организмов. Но выполняется правило Чаргофа однозначно для всех, и для эукариота, и для прокариота. Двадцать первый. Неправильное утверждение об энергетических состояниях молекулы хлорофила. Запасание энергии в химических связях возможно благодаря чрезвычайно большому времени жизни, трепетного возбужденного состояния электрона. Оно так велико из-за того, что при этом меняется спин электрона. Ну, а сингвентное состояние – это наоборот, когда спин электрона противоположен спину тому электрона с орбитали, которого он, грубо говоря, был выбит. Соответственно, время существования такого электрона очень небольшое. Он может вернуться обратно в предыдущее энергетическое состояние. У трепетного электрона исходный энергетический уровень он вернуться на него не может. Время жизни довольно высокое. Поэтому как раз это возможно становится. Так что второе утверждение – неправильные сингвентные электроны живут очень недолго. Так, дальше второй вопрос уже не мой. Потому что передаю слово. Спасибо. Посмотрите там сейчас вопрос. Да, расчет жгутик, а я сейчас посмотрю. Так, давайте дальше продолжаем. Так, блок вопросов, касающийся раздела «Человек». Так, значит, вопрос, касающийся свертывания крови, процесса свертывания крови. В данном случае в процессе свертывания крови участвует витамин К. Витамин К, который синтезируется в толстом кишечнике. Идет в толстом кишечнике. Так, 23 вопрос. Вопрос, касающийся видов торможения условных рефлексов. Ну, тест, задание вы можете прочитать. Соответственно, ответ – индукционное торможение. Индукционное торможение – это разновидность внешнего или врожденного безусловного торможения. Ну, связанное вот с воздействием такого внешнего фактора, как слайд собаки. Так, 24 вопрос. Вопрос, в образовании гортани не участвует хрящ добавочный. Это хрящи, которые участвуют в образовании носа, носовой перегородки. И последний вопрос из первого блока с одним вариантом ответа – это по механизмам теплоотдачи. Значит, наибольшая величина теплопотеть приходится на излучение. На излучение. Вариант ответа номер 3. Значит, 25 вопросов. Это вопросы, которые были с одним вариантом ответов. Дальше, начиная с 26 по 45 вопрос. Выбор нескольких верных ответов. И мы в такой же последовательности будем рассматривать. Поэтому первый блок. Николай Анатольевич, пожалуйста. Так. Ну что ж, продолжим. К презиготичным формам изоляции. То есть формы изоляции связаны с недопущением образования зиготы как таковой. Ну, здесь ответы, соответственно, первый и третий. Естественно, различие в брачном поведении снижает почти до нуля шанс возникновения зиготы. И, соответственно, размеры половых органов самца и самки автоматически тоже приводят к невозможности образования зиготы. Все остальное по зиготической изоляции. Так, 27-ое. По классификации форм борьбы за существование северцевого шмальгаузена. Один из вариантов классификации тоже является классическим. Таким, в принципе, не менее классическим, чем классификация Людвига Плате. Здесь у нас с вами что относится? К пассивному соревнованию относятся прямая элиминация биотическими факторами и косвенная элиминация при голоде. В то время как информационный, видовой паразитизм и комменциализм они относятся к прочим формам. Так, 28-ое. Согласно теории правового отбора, развитие признаков, не имеющей адаптивной ценности, может быть объяснено концепцией гандикапа. То есть, по сути, показатель сильных генов, если особь себе может позволить такую дополнительную особенность, мешающую, и при этом выживает, то, соответственно, у нее сильный генотип. И так называемое фишеровское убегание. Две, пожалуй, основные концепции. Согласно концепции фишеровского убегания, самых просто привлекает эта особенность. Без особых каких-то пояснений. Так, 29-ое. У земноводных в полости среднего уха есть только одна слуховая косточка. И не у всех амфибий есть полость среднего уха. Соответственно, первое, второе, четвертое, они взаимоисключающие. Тут на выбор. Ну и это, по сути, основные особенности строения амфибий. Так, 30-ое. Что из указанного относятся характеристики типа чления стеногии. Есть хитиновая кутикула, которая выделяется гиподермой. Кровенозная система не замкнутая. И нервная система состоит из парных англоочных ганглиф, образующих мозг и брюшной нервной цепочки. Ну, это классик. Не успели 27-ое в том плане услышать или выполнить? Если услышать, то, я повторю, правильно ответы второе и четвертое. То есть, прямая элиминация биотечными факторами и косвенная элиминация при голове. Это, так называемое, пассивное соревнование. Так, ладно, давайте двигаться дальше. 31-ое. Тут чистая биогеография. Шерстокрылые обитают в Юго-Восточной Азии. Ящеры или панголины обитают в Африке и Южной Азии. Ну, и Абахнаин и Бегемот относятся к отряду парнокопытных. То есть, небольшая систематика помножена на биогеографию. Понятно, что неправильным ответом было, что Дюбин относится к отряду трубкозубых. И Белобрюхи и Панголин принадлежат к отряду сирен. Вопросов нет? Ну, вопросы по эволюции достаточно сложные. Я не спорю. Ну, это уже очный труд. У нас очные были попроще. Ну, это и повышенный уровень. У нас высокий уровень заданий. Поэтому Олимпиада, она предполагает высокий уровень сложности вопросов. Так, следующий блок. Иван Александрович, пожалуйста. Да, конечно. 32-ой вопрос. Выберите ткани, в которых обязательно присутствуют мертвые клеточные элементы. Ну, такими тканями, естественно, является ксилема, так как там присутствуют механические волокна, склеронохимные волокна. Это мертвые клетки. В состав киридермы также обязательно входят мертвые клетки, собственно, пробка. Ну, и во флоэме тоже есть омертвевшие элементы, особенно если мы говорим про флоэму цветковых растений, тоже есть мертвые элементы. Таким образом, три правильных ответа. Это силема, флоэма и пиридерма, содержащие мертвые элементы. Ну, и наоборот, ризодермы и апикальными листема корня, это, ну, собственно, да, и сосуды тоже мертвые. Так, значит, 33-й вопрос. Выберите последовательность, неверно отражающую взаимное происхождение тканей в ходе онтогенеза высшего растения. Такими неверными ответами является второй, поскольку первичная ксилема не является предшественником вторичной ксилемы. Вторичная ксилема образуется только камбием. В первичной ксилеме нет мистематических элементов. Значит, далее и второй неправильный, то есть тот, который надо было выбрать ответ, это апикальная мистема Фабега, пятый, паренхема первичной коры перицикл. Здесь тоже достаточно понятно, думаю, перицикл Фабега дает начало склированных мест стебля, а в листьях он отсутствует, то есть мезофил листа не образуется клетками перицикла. Так, дальше, 34-й. Выберите структуры, в которых все клетки диплоидные. Тут необходимо знать цикл воспроизведения высших растений. Ткани спарафита, это коробочка мха, стенки спарангиев и так далее, это всегда диплоидные. Клетки, соответственно, стенка коробочки спагнового мха относится к клетке спарафиту, и она является диплоидной. Ну, а вторая диплоидная структура, это стенка мегаспарангия, то есть нуцеус геранилистной. Вот это диплоидная структура. Эндосперм сосны, как ткань гометофитного происхождения, гоплоидная. Эндосперм свеклы, триплоидный после двойного подотворения. Лист кукушкиной льна, как ткань гометофита, гоплоидная. Тридцать пятый. Выберите пары, верно отражающие взаимоотношения предок-потомок с позицией современной систематики. Такими верными парами являются первая... Там не видно. Так, не видно на экране. Так, 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 приостановлено, да, вижу сейчас. Какого у вас приостановилось? До тридцать пятого мы спустились сейчас. Тридцать пятый нормально было? Пока его как раз вот не видно. Так, подожди, если сейчас. И видно. И сейчас, минуточку. Минуточку. Минуточку, потому что. Так, сейчас. Еще немножко пониже, если спустите. Вторая картинка. Тридцать пятый. Так. Пошло. Отлично, все, мы на месте. Итак. Еще бы к четвертому вернулись, потому что картинки не было видно. Так, какой вернуться? Тридцать четвертый. Хорошо. Вы говорите, включая, не видно было картинку. Давайте, давайте. Вот, теперь оба видны. Хорошо. Итак, тридцать четвертый. Но еще раз подчеркну, что здесь диплоидных структур всего две. Это стенка коробочки сфагнового мха. Это ткани спарафита, они диплоидные. И стенка мегаспарангия. Тоже диплоидная ткань. Остальное. Эндосперм сосны гоплоидный имеет происхождение от гометофита. Эндосперм свеклы триплоидный. Это продукт оподотворения центральной клетки из ладошего мешка. Лист кукушкиной льна гоплоидный. Это ткань гометофита. Тридцать пятый вопрос. Здесь нужно отразить правильное соотношение. Так вот, неправильных здесь только два. Псиотовидные сегодня считаются тупиковой группой, которая происходит от древних папоротникообразных, но сама не дала начала каким-то другим группам растений. И гнетовые. Гнетовые хвоины – это черственские группы по отношению к цветковым. То есть они произошли параллельно. Но гнетовые, хотя и имеют ряд сложных особенностей строения тела, не являются предками цветковых. Дальше, тридцать шестой вопрос. Произолированную популяцию перекрестно опыляемых цветковых растений, в которой все представители потеряли способность к самоопылению. То есть теперь происходит к перекрестному опылению, в прошлом проще, и теперь там только самоопыление. Так вот, в такой популяции, разумеется, произойдет распад популяции на гомозиготные чистые линии, гомозиготные по отдельным генам. Ну и, кроме того, жизнеспособность к растению будет уменьшаться, но до определенного момента, который называется инбредный минимум. То есть, когда большинство генов будет в гомозиготном состоянии, дальше уже жизнеспособность уменьшаться не будет. Потому что и так уже гомозиготные растения способны выживать в нашей ситуации, но они будут выживать. Далее. Тридцать седьмое. Какие адаптации к водной среде характерны для большинства представителей гидартофитов? Пожалуйста, потому что мы не делали, например, этот вариант. Ответы повторите, номера просто. Какой вопрос? Тридцать шестого в тридцать пятом просто номера. Скажите. Тридцать пятый. Первый, второй, пятый. Это правильные ответы. Один, два, пять. Тридцать шестой. Один, четыре. Спасибо, потому что этот вариант не делала и не успеваю вложить в голове. Так, дальше. Тридцать седьмое. Какие адаптации характерны для гидартофитов? Правильные ответы. Здесь третий и четвертый. Гидартофиты – это полностью водное растение, поэтому у них редуцирована корневая система. Она им не особо нужна. Они впитывают вещества, необходимые минеральные всем телом. И наличие воздухоносной ткани, аэроэнохимы, которые увеличивают плавучесть и обеспечивают ткани дополнительный доступ к кислороду. Остальное здесь неправильно. Далее, тридцать восьмое. Какими особенностями обладает водная среда посреди с воздушно-наземной? Ну, правильные ответы. Один, три, пять. В воде гораздо меньше кислорода. Она значительно менее богата кислородом. Большая скорость звука, большая теплоемкость. Ну, конкретную цифру тут называть не буду, иначе мы не успеем рассмотреть второй вариант и прочие вопросы. Тридцать девятый. Какие части растений пригодны для использования в качестве исходного материала при клональном микроразмножении? Нам нужны части растения, где есть живые клетки. Наиболее для этого пригодны из перечисленного первая, третья, пятая. Листовые пластинки. Зеленые части стебля. Апикальная миристема. Филема и ксилема богаты мертвыми клетками. Выделять оттуда живые клетки будет сложно, даже через каусогенез. Поэтому они здесь не подходят. Сорок. Укажите движения растений и их частей, подходящие под определение настии. Настические движения – это движения в ответ на воздействие диффузного, ненаправленного фактора. Скажем, общей освещенности и температуры. Ну и под это подходит закрывание венчиков цветков, первое, и складывание листьев мемозы следливой, третье. Сорок первый вопрос. Наличие, какие особенности есть у клеток грамм отрицательных бактерий? Своевые клетки у растений не бывают. Это касается уже животных. У растений немножко по-другому все устроено. Сорок первый вопрос. Значит, соответственно, грамм отрицательным бактериям характерны. Правильный ответ здесь 2, 4, 5. Тонкий, не менее 5 нанометров дыхлый слой пятидогликана. Наличие перепрозматических пространств. Наличие наружной мембраны. Так, тейхоевые кислоты – это уграмм положительные бактерии, соответственно. Сорок второй вопрос. Какие мембраны органов этой клетки здесь присутствуют? Это первое, третье, четвертое. Клеточный центр и рибосомы – это образование, скажем так, белковое. Ну, точнее, с рибозимами в совокупности. То есть саранка, если про рибосомы, но мембраны свои не имеющие. Минутку, минутку, сейчас, Иван Александрович, я… Минутку, сейчас. Я тут разогнал все, чтобы успеть, а то у нас… Да-да-да, сейчас, пожалуйста, подождите минутку. Это был 42-й. 42-й, значит, видно? Скажите, пожалуйста. Да, все прекрасно. Видно, да? А дальше уже, дальше уже ваше. Да-да-да, я вижу, так. Значит, пошли мои вопросы. Так, 44-й, так, 43-й рассказали, да? Тише, нельзя, нельзя. Нельзя, нельзя, нельзя. Так, 44-й у меня вопрос. Нельзя, где? Так, меня слышно? Скажите, пожалуйста, слышно я? Не слышно, слышно, да? Да, слышно. Да, слышно, спасибо. Значит, вопрос тоже виден. Значит, на тонус… Значит, на тонус периферических сосудов влияют вырабатываемые организмом гормоны и биологически активные вещества. Вопрос, какие из перечисленных веществ вызывают только сужение сосудов? Только сужение сосудов. Значит, правильные варианты… Правильные варианты… Так, это ангиоэнзин сужение сосудов вызывает и сужение сосудов вызывает вазопресин. Вазопресин. Ну, сиротонин, вы скажете, тоже сужение, но вопрос звучит только сужение сосудов. Сиротонин, он участвует и сужение, и расширение оказывает, и… Фу, уйди. Так, и последний вопрос. Характерным ориентированием среднего мозга. Дай ему игрушку и тень там, чтобы играла. Смотрите, пожалуйста, у кого собака… У кого отключен микрофон и… Так, спасибо. Характерным ориентиром среднего мозга. Значит, структурами среднего мозга в данном случае являются четверохолмия, бугры четверохолмия, верхние и нижние бугры четверохолмия, и ядра четвертой пары черепно-мозговых нервов. Мозолевское тело – структура, которая соединяет полушария, но тройничный нерв, ядра его находятся, локализуются в области воролевого моста, ну и базальные гангли – это подкорковые двигательные гангли, подкорковые двигательные ядра. Так, первый вариант у нас пройден. Какие… Значит, сейчас давайте посмотрим еще несколько секунд. Вопросы, если… Которые не ответили. Скажите, пожалуйста, вы только что ответили, что влияет на сужение, на расширение сосудов, это ангиотензин и вазопресин. Сужение, сужение, я пробую сужение. А, сужение, все, спасибо. Сужение, это вопрос. Сужение. Я сказала, что сиротонин оказывает как сужающий, так и расширающий. Все, спасибо. Так, ну если нет вопроса, тогда я восстанавливаю первый вариант, закрываю. Так, и сейчас начинаем работать со стороны. Так, минутку. Да, да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Так, как видно, второй вариант. Да, есть, это он, я его узнаю. Так, значит, в таком же порядке работаем. Так, ну, у меня второй вариант логичное продолжение первого. То есть, по Эрнсту Геккелю признаки взрослых предков рекопитрирующего эмбриогенеза, это, соответственно, полингенеза. Это мы с вами уже, в принципе, поясняли. Второй вариант. Второй вариант. На сетке направлены на сетки, направленных на достижение успеха инкубации. Так. Так, седьмое. Так, седьмое. Бескелевые, пока мы добрались. Восьмое. Восьмое. Гомология. Я думаю, вопросов нет. Правильно. Четвертый. Просто очень громоздкая формулировка тяжело воспринимается. Так, с моими первыми восьмью вроде бы все. Про Кинаму сразу выявили. Так, Иван Александрович. Итак. Ну, девятый, десятый, одиннадцатый вопрос исходные с вопросами первого варианта. Так что здесь я особо комментировать их не буду. Точно так же в девятом вопросе только ужимовости супротивное листорасположение, только здесь другой вид ужимовости. Десятый вопрос. Только кислица, как и в прошлом варианте, так и копытень растет в основном в темнохвойных лесах. Остальные растения обитают преимущественно не в темнохвойных лесах. Далее, одиннадцатое. Подходит под все признаки только крапива двудомная, она является мизофитом, теневыносливым, то есть умбропатиентом, гемикриптофитом. Остальные растения какой-нибудь один из этих, скажем так, свойств не обладают. Скажем, крюква является гелиофитом. Далее, двенадцатый вопрос. Какой эффект оказывает полная полиплоидия на организм животных и растений? Так получается, что полиплоидные растения, как правило, более продуктивные. В сельском хозяйстве, в общем-то, используется большое количество полиплоидных растений. Почти все культурные растения полиплоиды, а то и амфиплоиды, ну а полиплоидные животные, как правило, обладают низкой жизнеспособностью и вообще погибают на эмбриональных развитиях. Особенно это касается позвоночных. Такая вот есть особенность. Тринадцатый вопрос. Что показано на иллюстрации? Какой вариант? В данном случае мы наблюдаем небольшие изменения численности популяции и значительное колебание соотношения различных аллелей, которые, как сказано в условиях вопроса, оказывают одинаковое влияние на выживаемость. Это дрейф генов. То есть случайные изменения частот аллелей и генотипов, происходящие в небольшой полиморфной популяции при смене поколений. Что мы, в общем-то, здесь и наблюдаем. Четырнадцатый вопрос. Аналогичен задача из первого варианта, только здесь пол родителей и признак него, что другие выбраны. Правильный ответ первый. В данном случае будет наблюдаться крис-кросс-наследование, то есть как бы меняется пол, точнее, да, пол по толстому, который определяется признак. Пятнадцатый вопрос. То есть в четырнадцатом тоже нужно помнить, что у птиц гомогометный пол, то есть то, что мы обозначаем у животных XX и считаем самкой, будет у них самцом разначается он ZZ для порядка. Пятнадцатый вопрос. Чем является свет для большинства растений и животных? Ресурс отличается от прочих факторов тем, что организм его использует непосредственно для жизнедеятельности. И в результате использования ресурс изменяет его количество. Собственно, для животных свет является условием, потому что непосредственно для жизнедеятельности его животные не используют. А для растений свет используется непосредственно в фотосинтезе, соответственно, это для них ресурс. И, кстати говоря, в результате использования он кончается и становится меньше. На нижних ярусах леса темно, свет физически меньше, он использован для фотосинтеза. Дальше. Шестнадцатый вопрос. Правильное утверждение касательно строения бутика. Какой, скажите? Номер. Так, правильный ответ 15, там четвертый. Спасибо. В пятнадцатом четвертый правильный. А можно по этому вопросу еще уточнение? Ведь, смотрите, в принципе же, мало ли что там в лесу свет уменьшается, но он-то вообще-то не уменьшается. Мне кажется, это некорректно немножко. Все-таки, наверное, условие. Заведете с прибором для измерения освещенности с люксметром в лес, там будет явно темнее, чем на освещенном пространстве, скажем, на лугу. Количество фотонов физически уменьшилось, они поглощены. Другое дело, что если бы вы под стадом слонов измерили освещенность, там тоже будет темнее. Но слоны свет не используют на прямом уровне деятельности. А растения его не просто поглощают, но и используют для фотостинкции. Я понимаю. Спасибо. Но, с другой стороны, тут же не уточнено в вопросе, где именно и как именно, тут вообще сказано. А свет, он ведь, в принципе, пока слонце горит, не исчерпаем, поэтому все-таки, наверное, это не ресурс все же. Ресурс он исчерпывается рано и поздно. Вот что-то мне кажется, что тут некорректный вопрос. Собственно, из всего потока, который попадает на какой-то участок этой системы, количество света, в общем-то, ограничено. Вот есть 1200 ватт на квадратный метр, которые за определенную атмосферу Земли поступают. До поверхности Земли, скажем, в тропиках доходит 700 ватт на квадратный метр. И больше растения в данный момент времени получить не могут. Так что, в общем-то, поток света ограничен. Фотосинтез имеет определенные ограничения в любом случае. Ресурсы используются напрямую для жизнедеятельности, даже если бы они были неисчерпаемы. Для животных свет будет условием, для растений, раз используется напрямую, для жизнедеятельности это ресурс. Да, тут написали, что могут быть и неисчерпаемы. Но ведь для растений и условием является свет. То есть это и условия, и ресурс. В первую очередь ресурс. В первую очередь ресурс. Некорректный вопрос. Корректный вопрос. Согласна. Так, движемся дальше. Дальше. Шестнадцатый. Про прокариот. Правильный ответ. Первый. Правило укариот, прошу прощения. Соответственно, в основе жгутика укариот, каркас из микрофрубочек, состоящий из объединения белка тубулина. У прокариот флагелина. Так, дальше. Семнадцатый. Неверное утверждение о структуре работы и работе хлоропластов. Неверным будет утверждение номер четыре, где говорится, что внутренняя следа хлоропластов представлена по жидким содержимым, называемым люменом. В ней погружены мембранные мешочки, которые называются граны. Внутренняя следа хлоропластов называется стомой, а мембранные мешочки телокоидами. Граны – это стопки телокоидов. Восемнадцатый. Опять правильная последовательность фаст роста. Аналогично вопросу из первого варианта. Правильный ответ третий. Но разбирать подробно не будем, потому что в первом варианте точно такой же набор вопросов. Поэтому здесь мы пройдем дальше. Девятнадцатый. Неверное утверждение касательно строения и работы генетического аппарата эукариот и прокариот. Таким неверным утверждением будет номер два. У всех прокариот и эукариот в процессе созревания маточной ранка происходит сплайсинг. Это неверно, поскольку у ЭУ бактерий отсутствуют интроны, соответственно сплайсинг им не нужен. У них после транскрипции на фрагментах ДНК на генах образуется уже готовая к использованию маточная ранка. У архей и у эукариот необходим сплайсинг. Так что прокариот сплайсинг не обязателен. Двадцатое. Неправильное утверждение о энергетических состояниях молекулы хлорофилла и их времени жизни. Неправильным является третий ответ. При поглощении волн некоторой длины происходит переход сразу в триплетное состояние. Это неверно, потому что считается, что при поглощении фотона с любой звездонасных длин волны молекула хлорофилла переходит сначала в одно из сингвентных возбужденных состояний, только потом, отдав часть энергии, переходит в триплетное возбужденное состояние. На этом этот блок все. Номера ответов меняются, да? Получается, что, допустим, вот я решала этот вариант. Просто номера ответов, суть-то та же самая вся, но по номерам по-другому все это было в каждом вопросе. Это нормально, да, в общем-то? Для некоторых вопросов, да. Но вот вопрос по экологии, как видите, разный немножко. Они практически везде. Просто последовательность вот этих вот ответов немножечко разная, которая была в самой Олимпиаде. И вот то, что сейчас разбираем суть, понятно, естественно, одинаковая. Конечно, вам там смена была этих вопросов. Да, да. Не менялись последовательно. Она очень была разная. Так, далее, давайте дальше. Блок вопросов, касающихся анатомии и физиологии. Вопрос связан также с процессом свертывания крови. И, как и все является, привезем в визуальности. Ответ второй вопрос. Так, двадцать второй вопрос. Участие ферментов. Фермент, который обеспечивает превращение неактивной группы ферментов поджелудочного сока трептиногенов в активную форму трептин. Ответ номер 4. Энтерокиназа, участвующая в этом процессе. 23 вопрос. Связан также с торможением условных рефлексов. Условных рефлексов с момента рождения внешний, безусловный вид торможения. 24 вопрос. Связан с гормонами. Сегмент меламин оказывает влияние гормоны, которые вырабатываются в средней доле гипотезы. Это меламин стимулирующие гормоны, которые определяют наличие этого фигмента. Так, и последний вопрос был. Это по теплообмену. Значит, теплоотдача в условиях наименьшей величины теплоотдачи. Это кондукция. Вопрос номер 2. Так, блок по первому разделу с одним вариантом ответа посмотрели. Переходим в второй блок. Связан с какими вариантами ответа? Пожалуйста, Николай Анатольевич. Так, несколько вариантов ответа. 26. Ну, по логике, в тот раз в первом были презиготические формы, здесь постзиготические. Стерильность гибридов и гибель эмбрионов классика. То есть, зигота уже образовалась. После этого происходит, собственно, гибель. 27. Людвиг Плате выделял внутривидовую борьбу и конституциональную. Ну, еще и межвидовую. Ее здесь, естественно, нет. Там всего три варианта. 28. Примерами гандикапа можно считать. Строение голововых стебельчатых глазах мух, где глаза вынесены на мощнейшие стебельки, и чем больше стебелек, тем привлекательнее самец мухи. И хвостовые перьбы расти птиц, которые могут доходить некоторых филиров до трех метров. Естественно, признак не адаптивный, но присутствует. 29. Что здесь правильное? Первое. Топир относится к отряду непарнокопытных. Второе. Щерезубы принадлежат к отряду насекомоядные. И пятое. Бинтуронг встречается в Южной Азии. Я немножко поясню. Наверное, про бинтуронгов. Это хищное млекопитающее семейство виверовых. Единственный вид монотипного рода бинтуронги. Внешне похоже на еноту. Встречается только в Южной Азии. Больше нигде нет. Остальные, я думаю, представители знакомы. 30. Что у нас с вами здесь? Правильные ответы первые. Второй и четвертый. То есть, кожно-мускульный мешок, но это понятно. У большинства замкнутая кроносная система. Ну и четвертое. Тоже строение. Хорошо, я думаю, вам знакомое. Так, тут тоже, я думаю, вопросов больше особых не будет. Двигаемся дальше. Тридцать первое. Выдающие отечественные паразитологи. Ну, правильно ответы второй, третий, пятый. Я думаю, второй всем знаком с Крябин. Третий. Большинство, я думаю, училась по учебникам. По Догиле, по беспозвоночным. Он как раз был паразитологом. Ну и Евгений Николаевич Павловский, еще один крупный паразитолог. Ну, наверное, у меня практически все. Давайте смотрим. Если есть какие-то вопросы, то задавайте. Или, в крайнем случае, в конце мы сами все равно вернемся, постараюсь отслеживать чат. Так, да. Иван Александрович, да, пожалуйста. Так, да, конечно. Значит, дальше вопрос снова про мертвые клеточные элементы. Какие ткани обязательно их содержат? Корка, селема, фоэма. В общем-то, то же самое, что и в первом варианте перемешанные. Тридцать третье. Выберите последовательность, неверно отражающую взаимное происхождение в ходе антогенеза высшего растения тканей. Соответственно, неправильные ответы здесь будут первый и третий. Дерматоген не образует мезофил. Это совершенно разные ткани. А пекальная милистема побега. Ну, вот здесь как раз тоже не связано с образованием пробки. Так, если чуть подробней, я чуть подробней, то вот здесь... Так, ну ладно. Этот момент не будем потом засматривать, дальше движемся. Тоже здесь нет, в общем-то, цепочки неправильно указаны. Значит, дальше. Тридцать четвертая. Структуры, в которых все клетки гапулоидные. Ну, и структуры названы, в общем-то, те же самые практически, что и в первом варианте. Здесь правильные ответы, так, второй и пятый ответы. Собственные эндоспермы собственные гапулоидные. Женский гаметофит, зародыш в мешок герании, тоже будет гапулоидным. Специально указано, что гаметофит, чтобы не вводить в заблуждение. Тридцать пятое. Выберите пары, верно отражающие взаимоотношения предок-потомок. Правильные ответы. Правильные ответы. Правильные ответы. Первый, второй и пятый. Так, да, мы все под на месте. Ну, и комментарий, в общем-то, тот же самый. Хвойные растения являются сестринской группой по отношению к... Вот именно хвойные, это уже современная группа говосеменных. То есть это уже существующая сегодня группа, они не являются предками покрытосеменных. Покрытосеменные происходят от каких-то говосеменных, но хвойные, это не равно говосеменные. Хвойные, это один из классов говосеменных. Ну, и псевотевидные, как уже было сказано, являются тупиковой группой, которые не являются предками какой-либо современной группы растений. Тридцать шестое. Какие утверждения являются верными относительно амфиплоидных растений? Верными будут утверждения третье, четвертое и пятое. Амфиплоидия. Иногда еще говорят амфидиплоидия, как частные случаи. Амфиплоидия – явление одновременного существования в одном ядре клетки нескольких полных негомологичных наборов хромосом. Если такие наборы хромосом еще и диплоидные, это растение будет плодовитым и будет давать потомство, которое не будет скрещиваться ни с одной из клетковых форм, в которых вот этот амфидиплоид происходит. У амфиплоидов из-за отсутствия гомологичных хромосом в миозе возникают проблемы со сохранением хромосом. Естественно, они будут обладать низкой плодовитостью. Далее, 37-й. При сравнении между собой сходных в экологическом и физиологическом плане видов гомеотермных животных, какие будут выполняться условия? Правильные ответы 1-й и 4-й. Это, соответственно, ответы связанные с правилами Бергмана и Аллена. Меньшие размеры и массы тела у более холодного, обитающего в более холодном климате организма, в общем-то, противоречат этим правилам. Пятый ответ тоже здесь не касается. Это правило Глогера, и оно касается хладнокровных животных. Да, в чате до этого беседовали, что да, правила Бергмана имеют на самом деле очень много исключений, поэтому здесь специально указывается, что это сходные в экологическом и физиологическом плане животные. В противном случае правило Бергмана могло бы не выполняться. 38-й. Какие адаптации к среде обитания характерны для гиграфитов трофических лесов? У таких растений, которые обитают во влажной, плохо освещенной среде, как правило, присутствуют гидротоды, устица для выделения избыточной воды, второй ответ, и третий ответ, слабо развитая корневая система. Все остальные признаки не касаются гиграфитов. Скажем, отсутствие четко выреженных органов и тканей это свойство водорослей, а не каких-либо высших растений. Так, дальше 39-е. Какие адаптации к водной среде встречаются у представителей планктона? Правильные ответы 2-й и 4-й. Обитатели планктона приспособлены к парящему в воде образу жизни, то есть они должны иметь хорошо развитую поверхность тела для опоры на воду и низкую плотность тела для повышения плавучести. Остальные признаки здесь не подходят для этой среды обитания. 40-й вопрос. Какие части растений пригодны для использования для микроклонального размножения? Те же самые ответы. Это 2-й, 3-й, 4-й в данном случае. И причина та же самая. Ксилема и филема содержат слишком большое количество умертвевших клеток и не годятся для микроклонального размножения. Иван Александрович, извините, пожалуйста. А вот на 39-й можно вернуться? Ведь у планктонных организмов, по-моему, у них в принципе плохо развиты органы движения. Они не могут течением противостоять. Планктоны же это парящие, потому они по течениям-то и плывут. Почему нет? У них очень маленькие размеры. Ну да, это понятно. Но совсем не обязательно плохо развиты органы движения. Скажем, представители зоопланктона разнообразные рычки обладают очень хорошо развитыми органами движения, только они неэффективны при движении на большое расстояние. Но, скажем, на расстоянии 10 сантиметров эти рычки прекрасно будут перемещаться с большой скоростью. Спасибо. Так что не обязательно. Не обязательно плохо развитые органы движения, но в силу размеров они все равно будут двигаться с течением. Так что это не обязательно. Так. Дальше, значит, мы остановились на вопросе 41-й и снова про Насти. То же самое. Правильные ответы 2-й и 4-й. Закрывание венчиков цветов и складывание листьев имозы стыдливой. 42-й. Какие особенности характерны для грамм положительных бактерий? А вот мембрана грамм положительных бактерий. Обязательно присутствуют тихоевые кислоты. Толстый слой 5-дегликанов до 70-80 нм. Цитоплазматическая мембрана прилегает к этому слою. Соответственно, правильный ответ 1, 3, 5. 43-й. Немембранные органоиды клетки. К ним относятся клеточный центр, базальное тело жгутика и рибосома. Это все структуры, не имеющие мембраны, состоящие из определенных белков и или РНК. Ну вот рибосома, собственно, там белки и РНК рибосомально присутствуют. Так, а дальше, Ирина Валентиновна, передаю вам слово. Спасибо, Иван Александрович. Так, мой вопрос, касающийся раздела человек. Значит, соответственно, также сужение и гормоны и биологически активные вещества, которые оказывают влияние на расширение и сужение сосудов. В данном случае на сужение сосудов, вызывают сужение сосудов, ответы вазопрессин, гормон антидиуретический, вырабатывается гипоталамусы в клетках, в ядрах гипоталамуса, затем поступает в заднюю долю гипофиза и по мере необходимости выделяется в кровь. И ангиотензин. Ангиотензин также является сосудом, услуживающим препаратом. Ну, образуется он из предшественника ангиотензиногена. Но это происходит под действием ренина, ренин, который продуцируется в почках. Так, и вопрос, касающийся среднего мозга, то есть структуры среднего мозга. В данном случае это четверохолмия, бугры четверохолмия, перекликаются они с первым вариантом. Так, и в области среднего мозга это ядра четвертой пары черепно-мозговых нервов. То есть ответ 2 и 3. Так, ну вот два варианта прокомментировали. Пожалуйста, есть ли какие вопросы возникли? Можно задать вопрос? Пожалуйста. Я писала первый вариант, и при разборе у меня сложилось такое ощущение, что 43, 44, 45 вопросы, они звучали не так. И были другие варианты ответов, чем те, которые мы выслушали при разборе первого варианта. Как это так было? Нет, не может быть такого. Ну вот в 45-м вопросе я помню червь. В 44-м, по-моему, это первый вариант. Первый вариант, да. В 44-м было расширение сосудов, а в 43-м мембранную структуру. А на разборе первого варианта мне показалось, что было не то. Николай Анатольевич, так у нас все? Ну я сравниваю. На 43-й был, на тонус периферических сосудов влияли глюкогон и секретин. Да. То же самое? По-моему, нет. Там было расширение сосудов. Так, давайте, если вы не против, я прокомментирую. У меня перед глазами как раз я уже открыл. Второй вариант? Я открыл первый вариант. На тонус периферических сосудов влияет вырабатываемый организм гормоны и биологически активных веществ. Так, расширение. Расширение только глюкогон и секретин? Расширение, там да. Во втором варианте сужение. А, по-моему, у нас при разборе прозвучало и там, и там сужение. Да. Ну вот. Совершенно верно. Мы про это писали в чате. Три вопроса последних звучали не так, как они были в первом варианте. Так, подожди. Так, сейчас. Который первый вариант был? Да. Давайте, сейчас тогда я... Давайте я... А, Ирина Валентиновна, может, я просто озвучу? Нет, меня интересует вообще... Дайте-ка я посмотрю. Ну, то, что... Может, там где-то в файле что-то перепуталось. Тоже вариант. Первый вариант. Первый вариант. Так, меня сейчас его надо открыть. Так, мы можем... Так, сорок третий вопрос. Да, только мы вас не видим. Мы видим надпись Ботенкова. Да, сейчас подойдите. Продолжение следует... Продолжение следует... Да, вот сейчас видно именно первый вариант. Первый вариант. А в тот раз, видимо, что-то не то включилось, но было видно... Да, не то включило, может быть, да? Да, может быть, переключились, не заметили. Я переключила не туда вас. Так, вот черепь, да, черепь, извините. Ориентиром среднего мозга. Это по первому варианту. Совершенно верно. У меня просто на открытый, я не туда, получается, нажала. Значит, что получаем? 43-й. Расширение сосудов. Отвечаем. Глюкогон. И секретин. Дальше. На соматотропин, гормон роста, вырабатываемый гипофизом, вырабатываемый, извините, да, гипофизом, это голодание, это физическая нагрузка и умственное напряжение. Так, эти варианты? Да, да, да. Да? Точно, а то может быть не только. Так, и ориентиры среднего мозга. Значит, у нас получается черная субстанция. Черная субстанция и красное ядро. Черная субстанция, которая выделяет медиатор допамин, оказывающий влияние на базальные ганглии и красные ядра среднего мозга, это регуляция тонуса мышц, телесной мускулатуры. 42-й, включите, пожалуйста, посмотреть. Да, пожалуйста, 42-й. По мембранным органоидам. Да, там звучали немембранные. Там не было ошибок. Которые я вам показывала? Да. Немембранные и во втором. А во втором были немембранные органоиды? А в первом мембранные надо было указать, да? Скажите, пожалуйста, а вот насчет торможения, а почему нельзя считать у новорожденного ребенка запредельное торможение? Ведь, в принципе, тоже при очень сильных раздражителях торможение условных рефлексов у него тоже может наступить. Почему индукционному отдается предпочтение? Там же один вариант ответа. Запредельное в любом случае будет зарабатывать, наверное. Запредельное торможение у нас является видом внутреннего торможения. Там о внешнем, да? Да, 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 там о внешнем. Спасибо, спасибо. Индукционная разновидность внешнего торможения. Так же, как и охранительное торможение. Так, ну, я думаю, теперь все эти варианты правильно я открыла на экран. Да, да, да. Да, потому что вот туда нажала. Так, ну, еще если есть какие-то, может быть, замечания по нашим заданиям, пожалуйста. А вот можно насчет оценивания узнать, как вы оцениваете? Вот если вот эти вот вопросы, требующие нескольких вариантов ответов, там тоже один балл или да, или нет, и все? Вы понимаете, там подход идет по уровню сложности. Значит, вопросы базового уровня, вопросы повышенного уровня и высокой сложности. И там оценка идет, соответственно, базовые вопросы, они оцениваются в один балл повышенного уровня, два балла и высокий уровень, три балла. Но это не мы проверяем, это идет проверка в программе заложена, поэтому... Нет, просто я так понимаю, что если, например, из трех у тебя два правильных, один неправильный, ты все уже пролетаешь вообще, да? Вот это бы учесть как-то тоже надо было, потому что вот мы сейчас с коллегами переписывались в чате, многие тоже так думают, что как-то надо дифференцировать все-таки не ноль там и сколько-то, а какие-то промежуточные, может быть, баллы все-таки давать. Ну, я этого вам сказать не могу, потому что в этой проверке, я не знаю, как там делятся, если из трех два верных ставят. А, то есть можно, да? Спасибо. Ну, поэтому, да, если организаторы, вот кто именно проверяет, они вам, наверное, могут сказать, надо им отвечать. Ну, большое спасибо. Так, еще вопросы? Ну, в этом году, как бы, ну, кто участвует уже не первый раз в Олимпиаде, вы, наверное, заметили, что сокращены вопросы, количество вопросов по ботанике, зоологии и человеку, и больше акцент все-таки мы сделали на общую биологию. Вот как вы видите, это вопросы, касающиеся экологии, генетики, теории эволюции, в общем-то они занимают достаточно большой объем в наших тестах по точному туру. Так, ну, если нет никаких вопросов, то, кстати, там, Николай Анатольевич, кто-то пишите, вы смотрите. Нет, 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 я еще параллельно много где пишу. Так, тогда, тогда, да, спасибо за внимание, спасибо за теории. А можно спросить про баллы все-таки? Говорят, что в личном кабинете должны быть баллы, ну, за ответы на каждый вопрос, но у меня нету. За каждый нету, а все, общая картинка уже пришла сразу. Общая сразу пришла, да, а вот разбаловка своих ответов, как после первого тура, она появится, ее можно будет посмотреть? Наверное, должна появиться. Хорошо. Я в этом, я не связана с этим, я в этом. Скорее всего, появится, конечно. Ага, спасибо. 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 Так, ну что тогда? Николай Анатольевич, спасибо за работу. Иван Александрович. Я думаю, спасибо еще и участникам. Ну, конечно. Приятно видеть, что это кому-то интересно и хочется развиваться дальше, и ощутимо дальше, чем стандартный школьный учебник. Наличие таких учителей всегда радует. Конечно, это большой плюс. Ну, понятно, что и самообразование происходит, и какой-то стимул для того, чтобы с новыми знаниями добывать. Все это мы приветствуем. И мы тоже, когда готовим Олимпиаду, подбираем новые вопросы, тоже... Что-то новое открываешь. Что-то новое удаем, да, что-то новое открываем, поэтому взаимно здесь. Всем на пользу. В пользу всем. Поэтому спасибо за внимание. Если нет никаких очень серьезных нам замечаний по вопросам, тогда давайте. До свидания. Всего вам доброго. Когда мы отключаемся. У вас 4 часа отключения к итоговому, завершающему этапу. Так, можно отключать? Да, я отключаю. До свидания. До свидания. До свидания. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова